Хей, всем привет! Меня зовут Ирина, и вы находитесь на новом канале, и сегодня мы приехали в Икею! Итак, сегодня я вам расскажу, что же находится в немецкой Икеи. Итак, это двухэтажный Икея, сверху у нас находятся вот такие залы уже со сделанным интерьером, а снизу вы уже можете взять нужный вам товар. Икеевские карандашки можно найти на обоих этажах. Конечно, часть товаров можно взять на верхнем этаже, но в основном вы все берете снизу. И также смотрите, какая гора различных мягких игрушек есть в Икее. На верхнем этаже также находится вот такой икеевский ресторан, но в него мы заглянем чуть позже. Вначале давайте посмотрим на залы снизу, и я вам расскажу про подушки. Для начала скажу, что в Германии другой стандарт подушек. Здесь являются нормой подушки для сна 80 на 80, а также 40 на 80. Вот так вот выглядит подушка 80 на 8, она прям гигантская. Вот такие вот подушки в Германии. Я лично удивилась, когда переехала, а мы продолжаем, собственно говоря, нашу прогулку по Икее. И, конечно же, Икея была бы не Икеей, без различной растительности, она здесь тоже присутствует. А также вот такой склад со всеми товарами. Ну а теперь минутка просвещения от моего корреспондента. Фика — это практически ежедневная традиция у шведов, чтобы встретиться со своими друзьями или сотрудниками на кофе, или просто чтобы пообщаться, что-то пригласить. Это очень интересно. Это как бы аналог сиесты. Ну а мы решили себе устроить что-то типа фиги и пошли есть. Из интересного в меню, помимо обычных фрикаделек и куриных, были также веганские, то есть овощные. Из дистертов, помимо обычного шоколадного миндального торта, был также вишнево-шоколадный пирог, а также маффины. А теперь что мы взяли? Итак, Ярик взял вот такой шоколадно-ванильный пудинг, вот такие веганские фрикадельки с булгуром, а также в нем и шоколадный пирог. Я тоже взяла пирог, также вот такой вот стакан для различных газировок, обычные фрикадельки с пюре и горохом. После того, как мы поели и оплатили наши покупки, мы зашли также вот в такой магазинчик с едой, тоже находящийся при Икее. У Икее же есть рядом магазинчик со шведскими продуктами. Мы зашли туда и купили вот такие шведские маленькие синабоны. Сейчас попробую и дам вам свой отзыв. Булочки вкусные, но мне кажется, они немножко суховатые. Если будете в Икее и увидите их, то возьмите, попробуйте. Вот так выглядит все, что я купила в Икее в этот раз. Кухонное полотенце, печеньки, миска, булочки с корицей, а также большая шоколадка с карамелью. Ну и на этом у меня сегодня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока-пока!